Всем привет! Мой сегодняшний обзор посвящен моему второму заказу в компании Avon. Я стала представителем по 16 каталогу. Заказ я делала в этот раз чисто для своих подруг. Для себя у меня было два подарка и одна пена для ванн. Но она была в составе, сейчас скажу, вот этого набора, который у меня заказывала подружка. Но пена ей просто была не нужна. Вот такой. Цена, сумма там 399 рублей. Ну, в принципе, она там все набиралась. Получалось, что у меня 6 человек вместе со мной. Ну, вот так 5 клиентов. В общем, начну я свой показ с обзора. Вот этот огромный шампунь. Шампунь для волос, непредзатемный объем, малина и гибискус. Это у меня мамина подруга заказывала. Как она называет их шампуни по скидке, они ей очень нравятся. Раньше мне, кстати, тоже нравилось. Там у меня была такая серия, по-моему, в этой серии. Точнее, шампунь, цветок, вишни или сакуры, как-то так. Но это было очень давно, я его уже не видела. Но мне очень нравился и шампунь, и бальзам. В общем, вот, вообще-то такой вот заказ исключительно из геля и шампуня. Это вот гель. Вот этот был шампунь на 700 миллилитров. 700 миллилитров. Это у нас гель на 500 миллилитров. Как мне сказали, самый дешевый. И большой, так, романтичный райский сад. Я не представляю, как он пахнет. Просто вскрывать вроде как чужую упаковку как-то мне не хочется. Увлажняющий гель для душа. Может быть, тут будет видно состав, может быть, не видно. Но мне кажется, в Эйвоне в основном, в принципе, как и во всех других фирмах, больше химии добавлено. Но мне, в принципе, и гели нравятся. И вот такой шампунь. Шампунь и ополаскатель 2 в 1. Здоровый блеск, клевер и черная смородина. Тоже маленький. Это 250 миллилитров. Это у меня заказ для Лены из Римки. Вряд ли они меня смотрят, но на всякий случай привет. В общем, это сейчас пока уберем. Я сейчас, так же, как Аленка, несколько простуженная, но и голос у меня, в принципе, соответствующий. Это набор вот такой. Жидкое мыло. Из Эйвенсенсис. Морская лагуна. Сочная груша. Я позволила себе открыть колпачок, открутить и здесь понюхала. Действительно пахнет грушей. Это вот мыло, сколько оно тут, 250 миллилитров. Вот такое вот. Так вот закрыто, чтобы не вылилось ничего случайно. Это гель для душа. 100% натурального происхождения. Экстракты. Вот он, такой же, влажняющий гель для душа. Морская лагуна. 250 миллилитров. И в довесок там шла красная такая мочалочка. Вообще, мне очень нравятся такие мочалочка. У Эйвана. У меня, правда, сейчас мочалочка из магнитов. Думаю, по 17-му каталогу я как раз уже в интернете посмотрела. Немножко сублимировался заказ. И у меня вот тоже мочалочка, возможно, тоже красная. Так, и у Эйвки еще было очень-очень много пробников. Пробников разных помад. В общем, 8 штук. Вот такой. Сейчас мы посмотрим, что это. Губная помада Ультра. Название вроде как не указано. Это Color Lipstick. Тоже Ультра. Еще один пробник. Вообще, вроде как представитель этим должен заниматься. Вот, кстати, нашла там. Сзади написано. Water Honey. Какой-то там мед. Вот здесь у нас ледяной кофе. Не помню, как он по каталогу назывался. Это Pout. Что-то такое. Может быть, это Пельсик. Даже не представляю. Это какая-то там папайя. Это уже губная помада Совершенство серии. Что-то там с гуавой. Так, это тоже Совершенство образец. Нежное что-то такое. Может быть, там видно. Может быть, нет. Главное, сам цвет, мне кажется. Потому что, в принципе, если есть что-то, так это можно будет потом посмотреть по каталогу. Это тоже Совершенство. Это, кажется, розовый чай. Крайне мере, чай и роза там часто нятно видно в названии. Так, это тоже Совершенство. Что-то такое свежее. Какой-то фиг. Так, и еще губную помаду она заказывала по 99 рублей. И розовый персик. Надеюсь, видно. Вот это Илькин заказ. 8 крупников. Помада, гель для душа, жидкое мыло и мочалочка. Это у меня заказик от Женечки. Это туалетная вода Лотос. Кстати, у Маши был здесь вот, как видим, гель для душа, потом крем для рук, потом, значит, маска для волос и вот такие духи. Так, сейчас узнаем. Спарки Ситрус. И он пах, в принципе, ремончиком. Вот такой моноароматик. Я думала, что из этой серии, раз идут, то и Лотос будет тоже моноароматиком. Мне позволило себе вскрыть коробочку. Надеюсь, Женька меня простит. Сейчас я попробую ее вскрыть еще раз аккуратненько. Здесь, кстати, еще такая коробочка внутри. И вот такие дужки с такой зажимочкой. Вот сами по себе они пахнут, ну, там и Лотос, и что-то еще нежное. И мне кажется, что я бы себе их тоже заказала. Наверное, так и будет. Правда, в том каталоге они были несколько дешевле. Так, тут вот туалетная вода коллекции Сенс. Сенс, эссенс. Всегда идеальный аромат, как написано. Ну, и яркий букет роскошной фрези цветущего Лотоса. И смягченной пленительной ноткой мускуса. Возможно, мускус тут есть, я не очень могу передать по запаху, но он очень нежный, мне нравится. Такой чуть-чуть даже сладковатый. Но такой нежная сладость. А это вот лак по распродаже. Какой-то лак с блестками был. Он в такой красивой коробочке, уж не буду его доставать. Это звездный взрыв. Кажется, он был с желтыми блестками. Это два новых лака. Кажется, черный и фиолетовый матовые. Точнее, фиолетовый и белый. Здесь написано на коробочке. Я, в принципе, не очень помню, что Женька заказывала. Тут он 10 мл. Они в 17-м каталоге есть уже на 20 рублей дешевле. Я заказывала и по 199. Это блеск для губ тоже из распродажи. Розовый бриллиант. 6 мл. Он не распакованный. Так. И тут еще два пробничка тоже вот этой вот серии водичек. Эссенс. Сейчас я попытаюсь прочитать какую-то тут у нас. Так. Это, по-моему, дикий бергамот. А это такая, даже розоватого цвета, кстати, дикий бергамот у нас такой желтовато-зеленый. Может быть, видно в фотоаппарате. Может быть, не будет видно. А это у нас, по-моему, была ежевика. И вот сейчас перейдем к подаркам. Так как я новый представитель, я не знаю, как все это по баллам идет. У меня вот тут накопился с первого заказа 31 балл. Надеюсь, я его все-таки обналичу в своем третьем заказе. Это у меня, правда, пришла рваная коробочка немножко. Он, в принципе, дареный туши в коробочку не смотрит, как сказала сегодня моя подружка Маша. Ну, туши я не пользуюсь. Вот такая вот туши. Иван черная суперобъем от 2 октября 15-го года. Довольно новая. Можно сказать, вообще новая. Так, объем эффектно кладные ресницы. У меня у подружки будет в ноябре день рождения, она как раз хотела тушь, но и эта тушь ей пойдет в подарок. И, наверное, уже может быть без коробочки. Ну, зачем рваную коробочку дарить человеку? Так, это пришли духи, запечатанные в слюде Today. Для меня это слишком тяжелый аромат. Я еще уточнила, потеряв страничку в 17-м каталоге. В общем, это не мое. Это парфюмированная вода, срок годности 3 года, как обычно. Вот. По-моему, она уже не знает, сколько у них 10 лет, и тут 30 мл. Это тоже будет в подарок на день рождения одной моей знакомой. Как раз, так сказать, решение вопроса. Ну, и та самая пена для ванн, которую можно было, как представитель, заказать отдельно чуть подешевле, но, в принципе, в наборе она получилась практически бесплатно. Спилый арбуз. На удивление, я, честно, давно уже не пользовалась косметикой видом, как представитель вообще первый раз. Здесь такая вот крышечка. Правда, через крышечку пахнет арбузиком. Я ее сегодня опробую. Состав, я как поняла, он практически химический, но, в принципе, что такое пена для ванн? Это пена для ванн. Там особо такого ничего увлажняющего или еще что-то, спецэффектов каких-то не ждешь. Хотя, с прошлого каталога я заказывала шоколадную пену для ванн с маслом шеи и какао из серии спа коллекция. Она мне не очень понравилась, как гель для душа она шла больше. Возможно, я ее даже тут найду. Да, вот она. Вот это вот самая пена для ванн. А еще мне заказывала там пену для ванн. Где-то она здесь была и заказывала и да, вот она вот эта розовая. По-моему, она у них каждый каталог раз в год бывает где-то под Новый год. Я ее заказывала как представитель, я уже не помню по какой цене. Она мне очень понравилась и я, наверное, закажу в 17 каталоге. Она тоже, по-моему, по 89. 250 мл. Красненькая такая на цвет, густенькая. Вот как пена для ванн. Она шикарная. 2-3 колпачка и пена на пол ванны. Если меня смотрели, то спасибо вам и до встречи в следующий раз. Пока.